Лаура, зайди в Геншин Привет, Даша А я вот что-то не поняла Ты вроде живешь в Казахстане Как ты очутилась в моей квартире в Питере? Справедливо, но это не важно Зайди в Геншин Хорошо, сейчас Алло У аппарата Аналогично Аналогично что? У аппарата Логично, дело сделано Ты запихал ее в Геншин? Вы тормозите Говорю же, дело сделано Справедливо Мы молодцы Я поскакала Покормлю ее попугаев Интересно Если я никогда не вернусь В комментарии перестанут писать Лаура, когда ФНАФ? Ого, ничего себе На тебе что? Одежда камина? Я получила этого персонажа совсем недавно В обновлении Геншин 4.4 А кто ты? Я? Ну Ну, эээ, я МС Лао. Я рисую прикольные анимации на ютуб. А ты кто? А меня зовут Тедди. Я тоже рисую анимации и люблю играть в Геншин Импакт. Круто! А ты, кстати, похожа на Кит Син. А? Ху Тао? О! А меня зовут Маникот. Я также люблю играть в Геншин Импакт. Теперь я Ху Тао. Вау! Сяо! Сяо! А почему я в костюме Сяо? Я Настик, вообще-то. Кстати, где мы сейчас находимся? Хм, дайте-ка подумать. Кит Син, Камин, Ху Тао и Сяо. Хм, и мы находимся в комнате в китайском стиле. Может быть, это... Это что, ресторан? Мы в комнате в китайском стиле. Точняк, да. Если присмотреться, то это место кажется очень знакомым. Судя по стилю, мы сейчас находимся в Льюэ. А мы превратились в персонажа Льюэ? Или может, это косплей? Точно! Всё ясно. Значит, мы в Геншин Импакт. Я играю в эту игру уже очень давно. Я не могу представить, что сейчас я нахожусь в мире Геншин Импакт. А ты давно играешь в эту игру? Эх, вообще, я всё ещё новичок. Мне пришлось очень попотеть, чтобы достичь 28 уровня как можно скорее, чтобы попасть на события Праздник Морских Фонарей в 24-м году. А я рада, что ты теперь тоже играешь в Геншин Импакт. Теперь мы можем заходить к тебе в мир и помогать с боссами. Круто! За все три года игры, что я играла в Геншин, произошло так много интересных моментов. Я играла каждый день, без пропусков. Выполняла ежедневки, тратила смолу на боссов. Цветочек. А также было очень много забавных моментов и ивентов. Например, самая моя любимая часть в игре, это когда был праздник Иродори, где собралось множество персонажей Бенадзуми. Даже сам аниме Архонт Винти присутствовал. А ещё в игру постоянно добавляют красочные и красивые регионы и локации. Вот мой самый любимый регион, это Инадзума. Там есть остров котиков. Кстати, есть ли у вас любимый регион в Геншин Импакт? Конечно! Мой самый любимый регион, это Сумеру. Пройдя сквозь разлом в Лиуэ, я очутилась в клёвом месте. Там всё цветёт. Гигантские деревья, большие грибы. Сумеру очень живописный и самый огромный регион на данный момент. Поскольку я очень люблю попугаев, меня покорила эта сумеречная птичка. Пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути. А ещё тут есть очень смешные, на мой взгляд, существа Аронары. В Сумеру открывается новый вид магии Дендра. Это магия природы. В самом начале пути меня встретил молодой учёный Тигнари. И дальше, изучая просторы Сумеру, выясняются жёсткие подковёрные игры, заговоры. Но не буду раскрывать все тайны. Но вы думаете, Сумеру – это только цветущие леса? Нет! Огромная часть поглощена пустыней, на горизонте которой виднеются гигантские пирамиды, таимственно усыпанные древними песками Сумеру. Этот регион настолько крут, что ко всему этому выясняется, что под пирамидами есть большие подземелья с врагами и квестами. И есть ещё одна тайна – гигантские роботы, о которых я ничего не расскажу, а то это уже спойлеры. Вот так вот, на мой взгляд, это лучший регион. А у тебя какой любимый регион? Я бы не могу определиться с любимым регионом. Монштадт такой родной, как будто это мой дом. Я знаю, там каждый кустик. А мне больше всего нравится Ли-Юэ. Этот регион с очень красивым ландшафтом. А ещё, именно в Ли-Юэ каждый год устраивает мой любимый праздник морских фонарей, который очень стильно смотрится в этом регионе. Ой, я помню самый первый праздник морских фонарей в Геншин-Импакт. Это было в 2021 году. В этом году в Ли-Юэ снова проходит фестиваль. Я его посетил и уже собрал все щедрые награды. Да-да, праздник морских фонарей. Что могу сказать? Времени было мало. Нужен был 28 уровень для прохода на праздник морских фонарей за очень короткий срок. Срочно прокачать, прокачать! Сундуки, сундуки, сундуки! Мне приходилось каждый день открывать кучу новых сундуков. Дайте открыть сундук, не мешайте! Пришлось активировать порталы. Враги, враги, враги! Больше опыта! Мне пришлось выполнять чужие поручения. Брать задание у НПС. Здравствуйте, вы мне дадите задание для опыта? Да. И снова сундуки, сундуки, сундуки. Так, может ради опыта сразиться с боссом? Хе, легко! Так, может сразиться с боссом? Так, может сразиться с... Эээ, стоп, кажется это уже было. Пойду лучше еще порталы активирую. И снова за квестами у НПС. Дай задание. Иди уже сразись с боссом. Справедливо. Еще немного босс потрепал меня, но в итоге я его победила. Ура-ура, лут, опыт! И, наконец, 28 уровень. Что ж, я это сделала. Теперь самое время отправиться на праздник морских фонарей 24 года. Я слышала, что там есть новый регион под названием Долина Чэнь Юй. И он очень красивый. Ну все, поехали! Все в игру! Все в игру! Видео мы делали вместе с Настик и Тедди. Обязательно переходите на их каналы, чтобы посмотреть их версию истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова